У владельца дамбы на Купиктенском водохранилище комиссия не нашла ни проектных документов, ни тех паспорта на дамбу. Сегодня в поселок приехал министр ПЧС и Аким Карганденской области, чтобы провести очередное заседание комиссии по расследованию причин затопления. В поселке побывала Людмила Батюшкина. Это где сын жил, там низкая землянка, около парка. Они там временно снимали, там у них через фортузку заходил, там до парка. Василий Ботнер показывает уровень, до которого дошла вода в его доме. В ночь наводнения он с собакой 8,5 часов просидел на крыше. Мужчина живет в поселке больше 50 лет и уверен, что паводок был обычным и причиной затопления был вовсе не он. По словам Василия Григорьевича и его соседа Владимира Стопюка, они несколько лет ходили к арендаторам водоема и предупреждали, что может случиться беда. Они держали очень высокий уровень, я считаю, что критический уровень воды на дамбе. В зимний период не производился спуск воды и весной, когда был паводок, в воде просто некуда было деться, я так считаю. Шлюз не успевал пропускать. В общем, два шлюза было открыто, один шлюз был закрыт в данный момент, именно в этом году. И вода не успевала проходить через него. Эти рыбаки захватили, вот, о, этот наш, это рыбу малька кидает, заварили все, в воду всю же не удержишь. А надо же было заранее вот спускать понемножку, спускать, спускать, рвать, лед, смотреть за это. А это они не знают, их это не шукочет, им надо, чтобы рыбу малька, чтобы не пропала. Ну вот они и держали пока этот полный, а раз полный платина, она хоть как ее сорвет. Сегодня в поселок наведался министр ПЧС Владимир Башко и Аким Гараганинской области Боржан Абдишев. Посмотрели, в каком состоянии разрушены дома и как оказывается помощь. На сегодня по итогам обследования аварийных домов материальный ущерб составил почти 90 миллионов тенге. На строительство новых будет выделено 308 миллионов. Всего разрушены сегодня по обследованию 58 семей, из них, значит, которые остались без жига. 37 семей разместили с временного родственника, 14 семей, это 62 человека размещены на вопрежитет, которую посетила Аким Гараганинская область. Семь семьями, это 38 человек, которые имеют малолетних детей, заставлено, алина и живем в городе, снимаем. Башко отметил, насколько отзывчивыми оказались казахстанцы. Только в общественный фонд поступило больше 90 миллионов тенге. Гуманитарную помощь оказывали как организации, так и граждане. Надо отдать должное организаторской работе, которую проводил Акимат, и вообще-то, конечно, доброму и нашему великому народу, который никогда, это уже не первое такое событие происходит на моей, вот, наверное, истории моей работы в МЧС. Вы знаете, это всегда очень радует и всегда вызывает высокие чувства уважения к нашей стране и к нашему народу. Комиссия по расследованию причин задопления выявила вопиющие факты. По руслу выше дамбы Кокпектинского водохранилища расположено семь маленьких дамб, все оказались разрушенными. Единственные документы, касающиеся Кокпектинской дамбы, которые были найдены в архиве, это бумаги по оразительной системе 1962-64 годов выпуска. Собственником плотины является агрофирма «Шанрах», у которой на сегодня отсутствует проектная документация и технический паспорт. В период паводка в этот момент строя водохранилища составила где-то 80 кубов в секунду. При данном расходе водохранилищ за сутки поступило более 7 миллионов кубов воды, что уже в 4 раза превышает сам объем плотины. Напомним, было возбуждено уголовное дело на чиновников, сотрудников районного отдела ЧАЭС, владельца дамбы и арендатора водоема. Пока расследование не завершено. Но, по словам министра, теперь владельцев дамб, которые могут угрожать населенным пунктам, обяжут установить локальные системы оповещения и заставят наладить устройство катастрофического сброса воды. Комиссия выскажет дополнительные требования к различным министерствам и ведомствам с тем, чтобы ужесточить вопрос к возведению даже временных дамб и ужесточить совместно с органами власти и управления, с тем, чтобы там всегда были катастрофические сбросы, потому что мы уже не первый год сталкиваемся с тем, что люди самостоятельно вот такие маленькие дамбочки делают, а они потом являются спусковым механизмом для достаточно больших проблем в дальнейшем, если идут катастрофические паутки. Сейчас идут спасательные работы в Акмолинской области, где выходные оказались подтопленными шесть районов.